Казахстанские кинотеатры подсчитывают убытки от возможного запрета их посещения. Согласно приблизительным подсчетам, которые произвела одна из крупнейших детей, потери могут составить около 5 миллиардов тенге в месяц. Участники рынка уже обратились к главе правительства с просьбой отменить данное решение. Ответа к этой минуте не последовало. Сейчас на связи со студией находится мой коллега Тимур Ермашев. Тимур, что тебе удалось узнать? Да, Мадина, привет. Но я начну с того, что официального запрета от местных исполнительных органов пока что нет. Так что вчера и даже сегодня кинотеатры все-таки работали. Но, тем не менее, пустой зал – это, наверное, лучшая иллюстрация того, как будут развиваться события и как будут работать наши кинотеатры. Я напомню, что вчера, сразу после того, как стало известно о намерении закрытия посещения всех кинотеатров в Казахстане, одна из крупнейших сетей кинотеатров обратилась к Аскару Мамину с просьбой, с тем, что это не самый лучший способ борьбы с распространением коронавируса. И давайте долго не будем об этом рассуждать. Поговорим о проблеме с исполнительным директором одного из старейших кинотеатров Алматы. Это Бауржан Шукенов. Бауржан Камалыч, добрый день. Добрый день. Скажите, вы поддерживаете мнение ваших коллег о том, что все-таки полный запрет посещения кинотеатров – это не самый лучший выход, это такой удар по бизнесу значительный? Вы знаете, мы, конечно, и мои коллеги, мы отдаем себе отчет всей серьезности сложившейся ситуации. Это уникальная ситуация, которая не только у нас в стране, но и во всем мире сложилась. Но вот такой вот запрет, он может быть не совсем эффективен, наверное. Конечно, я поддерживаю это, и мы не сколько поддерживаем, а предлагаем момент, который будет связан с тем, чтобы кинотеатры, в которые запретили работать в это время, предлагают все меры, на которые они способны, технические моменты и так далее, которые будут препятствовать как бы такому массовому, скажем, развитию этого вируса. Это момент вот такой. Предложение больше, чем какое-то противостояние или еще что-то. То есть в случае необходимости вы можете здесь установить тепловизоры, а производить обработку определенное количество раз в сутки? Ну, я вам скажу так. Вот сейчас органы, местные органы, сам гигиенические, они уже дали нам максимальные рекомендации по своим вопросам. Это значит применение различных дезинфицирующих средств. Это кинотеатры практически все уже делают. Далее, значит, мы технически имеем возможность ограничить количество посетителей в кинотеатрах до того уровня, скажем, который могут нам рекомендовать. Это все технически возможно. Так что вот в этом плане кинотеатры готовы ограничить количество посетителей, обеспечить им максимальные вещи, связанные с антибактериальными вещами. Это уже готово. Единственное, чтобы они были в продаже. А в случае, если вот тотальный вот этот запрет все-таки произойдет, можем ли мы посчитать хотя бы примерную сумму ущерба, вот, например, вашего кинотеатра? Ну, нашего кинотеатра, видите, здесь сложность какая? Вот самая большая сложность и неопределенность вот того постановления, которое было, мы не знаем период. Нам нужно очень четко знать, когда это все должно произойти и когда это должно закончиться. Конечно, это всегда сложно. Мы предполагаем, да, каким образом могут развиваться события. И в соответствии с этими событиями будут приниматься дальнейшие решения. Вдруг он действительно получит распространение, да, или не получит. Вот нам бы сейчас хотя бы знать, какой временной период, если закрыты кинотеатры, на какое время. Почему мы об этом говорим? Потому что ведь планирование, репертуар, оно происходит, ну, практически на год вперед. И эти репертуарные планы, он практически уже готов. Вот. И в этом сложность посчитать того, вот, насколько мы... Сейчас, если взять всю индустрию, всю индустрию, наши коллеги из кинопарка примерно, примерно посчитали, что вот один месяц, он порядка пяти миллиардов принесет убытков индустрии. Но это как бы такой вариант, знаете, одного месяца неработающих кинотеатров по всей стране. Но мы ведь забываем о том, что это не только кинотеатры, но и те, кто обслуживает, во-первых, кинотеатры в плане консешн-зоны, да, это наши бары и так далее, и так далее. Потом ведь есть огромный, огромный пласт нашей индустрии. Это продавцы кино, дистрибьюторы, которые запланировали это все. Что с этим будет? Это значит, какие-то фильмы совсем не дойдут до нашего зрителя в определенный период, и это тоже серьезные убытки. А потом ведь очень серьезным сейчас игроком на нашем рынке является наше кино. На нашем локальном рынке эти фильмы выходят в определенный период, потому что они заточены на каникулы и так далее, и так далее. С этим контентом что будет, понимаете, его перенести на другой период? Они реально потеряют там деньги. Это вещи, которые мы вообще не можем посчитать. Спасибо большое, Бауржан Камалович. Это был Бауржан Шукенов, исполнительный директор одного из старейших кинотеатров города Алматы. И к слову о производителях кино, то вот недавно было заявление режиссера Нуртаса Адамбая, который в ближайшем будущем планировал выпустить третью часть «Скеленьки Сабины». И вот он тоже столкнулся с этой проблемой закрытия кинотеатров. И так что, как мы видим, полностью вся киноиндустрия пока что находится в таком легком шоке. В общем-то, это пока все, что мы можем сказать к этой минуте. Ждите подробностей в наших следующих включениях. Субтитры создавал DimaTorzok